Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Игорь Князев. Еженедельный обзор основных мировых событий по версии YouTube-канала «Взгляд с небесный». На протяжении примерно 15 минут мы с вами будем обозревать и обозривать, обзирать и обозаривать ведущие мировые новости. Ну и по давней российской традиции начнем мы, конечно же, с США. Итак, на этой неделе команда республиканской партии вышла с инициативой новых санкций в отношении России. Санкции предлагаются самые жесткие, включающие в себя отключение России от SWIFT. То есть практически это иранский сценарий, который полностью отключает Россию от финансовых и банковских структур Европы, США и развитых стран. Что характерно именно в это время, буквально днем позже, выходит официальный доклад Государственного департамента США о нарушении прав верующих в мире, где огромное внимание уделено России. И где впервые за много лет государственная власть Соединенных Штатов напрямую заявляет о том, что в России нарушаются права верующих, что люди за исповедание своей религии находятся в тюрьмах и лагерях. Это все, поверьте мне, звенья одной цепи. Это все связано. Поскольку опыт и практика говорит нам, что те санкции, которые применяются к странам, нарушающим религиозные права и свободы, не идут ни в какое сравнение с санкциями по тем или иным политическим вопросам. Сохранение религиозных прав и свобод для западного мира является одним из приоритетов. И, судя по всему, мы находимся на пути к введению очень жестких санкций против России по этому признаку, по обвинению в нарушении религиозных прав и свобод. Ответ России, как всегда, оставил желать лучшего. Наши чиновники уже выработали такую традицию либо насмехаться, либо сыпать какими-то угрозами. Точно так же ответы на это был бессодержательным и оставил самые плохие впечатления. Над ним можно только посмеяться. Если ты перейдешь к оскорблениям, я перейду к побоям! Продолжим. Соединенные Штаты продолжили баловать нас новостями и на Европейском театре действий, политических действий. Соединенные Штаты приняли решение о сокращении своего воинского контингента в Германии. Причем сокращение очень большое, примерно на треть сокращается группировка войск. Данное решение, мягко говоря, не вызвало энтузиазма в германских политических кругах. Одобрительно о нем высказались только крайне левые, это бывшие коммунисты, а АДГ, зеленые и все серьезные политические силы Германии высказались против, высказались с сожалением об этом решении и прокомментировали его с сожалением. Но, видимо, надеюсь, что, может быть, администрация США как-то еще изменит свои решения. Это, конечно же, результат очень долго развивавшегося тренда, когда Германия, будучи особым партнером России в Европе, делала все, отстаивая именно российские интересы в Евроатлантическом альянсе, постоянно призывая к каким-то уступкам, прочему, создавая массу проблем для западных партнеров. Ну, чаша терпения переполняется рано или поздно у всех, в том числе и у политиков, и сейчас Германия начинает пожинать плоды вот этой своей политики. И такой демонстративный жест США, что в том случае, если вас не устраивает наша политика, ну, мы вас оставим один на один с Россией. Он очень отрезвляюще подействовал на политический класс Германии. Свидетельством тому и выступление недавнего Ангела Меркель в фонде Конрада Аденаура и заявление ведущих политических игроков. Скорее всего, этот тренд в ближайшее время переломить не удастся, будем наблюдать за его развитием. Ну, и в той же логике президент Румынии на этой неделе подписал доктрину национальной безопасности, где Россия названа главным источником угрозы. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны. Европейская страна официально объявила своим главным противником и угрозой Россию. И также в этой стратегии призывается обратить внимание на наращивание сил национальной обороны с тем, чтобы при негативном развитии сценария Румыния могла противостоять тем или иным агрессивным действиям. Ну, как видим, напряженность нарастает, и, я думаю, развитие событий в этом ключе продолжится. На этой же неделе Китай отказался от сотрудничества в какой-либо сфере контроля над вооружением. По сути дела, Китай отказался вообще участвовать в международной системе контроля над вооружениями. Причем отказался довольно так, как принято говорить, в грубой форме, и не особенно витействуя дипломатически. Это тоже очень показательно. Китай, что называется, расправил плечи. И миру придется принимать и мириться с тем новым Китаем, который он сейчас видит перед собой. И Китай будет вести себя, безусловно, все более жестко и прагматично в отстаивании своих интересов. Судя по всему, сам тренд направления китайской политики поменялось, и Китай начинает реализацию своих интересов в международной сфере. По сути дела, Китай уже сделал заявление на участие в глобальном разделении мира и в глобальной игре в качестве центра силы противостоящего США. Ну, а учитывая реальную мощь китайской экономики, армии и прочее, можно сказать, что у Китая есть на это все права. Посмотрим, как международная дипломатия будет справляться с Китаем, но пока ситуация не в ее пользу. Ну, ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр, а я посплю. И закончим обзор европейских новостей сообщением из Праги, которое высылает двух дипломатов, работающих в сфере Россотрудничества. Казалось бы, дело обычное. Страны периодически высылают то тех, то других дипломатов, объявляют их персонами Нонграда. Но здесь все веселье ситуации в том, что высылают дипломата, этих дипломатов, по результатам доноса одного из них на другого. То есть, ни много ни мало. Российский дипломат, ну, конечно же, кадровый сотрудник ФСБ, наверняка написал донос на другого сотрудника. Надеюсь, что после высылки он займет его место такими личными карьерными целями. Конечно, в этом ничего смешного нет, простите, но все это напоминает уже возвращение к каким-то временам, когда соседи с целью занять коммунальную квартиру писали на соседей донос в НКВД. Только здесь адресатом послания выступают спецслужбы иностранного государства. Ну, наверняка в России у этих людей, высланных из Праги за доносы друг на друга, будет прекрасная карьера, потому что, ну, конечно, написать такой донос мог только патриот, который, так сказать, разделяет, стоит на платформе, колеблется с линией партии. Конечно, он сделал правильно, потому что, вот, потому что, вот, потому что. И, и все. Поэтому, конечно, люди с таким уровнем секретности не позволят наблюдать за их дальнейшим развитием карьеры. Ну, я почему-то уверен, что и у того, кто написал донос, и у того, на кого написали донос, у обоих тех, кого выслали, карьера сложится благополучно. Ну, а мы перейдем к российским новостям. Внутрироссийском блоке у нас, как всегда, продолжается экономическое веселье. Счетная палата Российской Федерации провела ревизию лесного фонда. И в своем отчете очень аккуратно сообщила, что данные по 967 миллионам гектар квадратных леса устарели и неактуальны. Ну, по сути дела, за этими словами скрывается их отсутствие. Да, много лет работавшие на территории Сибири и Дальнего Востока, в первую очередь, китайские компании, в тесном тандеме с российскими чиновниками, выпилили и вывезли леса столько, что это уже видно даже не со спутников, а с пролетающих над этой территорией пассажирских самолетов. В общем, нечаянно потеряли Бразилию по площади неактуализированных лесных запасов. Это как раз территория государства Бразилии. Куда делся лес? Я думаю, мы не узнаем никогда. Ну, а если и узнаем, то получим объяснение из разряда того, что он был выпилен правильными патриотическими бизнесменами с целью поднятия России с колен. Мы в этом даже не сомневаемся. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения. Но, тем не менее, жили в доме на старушечьих правах и крали в доме все, что не успевал украсть Альхин. Ну и возвращаемся к нашим новостям. К сожалению, порадовать российского зрителя особенно нечем. Новые пугающие цифры Министерства финансов, Министерства экономики, которые говорят о том, что лишь 31% предприятий малого-среднего бизнеса вернулся к работе в полном объеме. Еще 8% вернулось к работе в меньшем объеме. Остальные пока находятся в каком-то промежуточном состоянии. У 50% представителей частного бизнеса сократился значительный объем производства, у многих на 70-50%, и какой-то перспективы в восстановлении этого не видится. Одной из главных тем остается предстоящий референдум. И здесь мнения разделились на два полярных лагеря. Одни говорят, что надо идти и голосовать против, другие говорят, что вообще не надо ходить. Спор идет между двумя сторонниками, между сторонниками вот этих двух точек зрения, и даже работающие на власть политтехнологи и пропагандисты уже стесняются призывать идти голосовать на референу. По-моему, даже они махнули рукой и просто приняли решение написать все те цифры, которые нужны главному избирателю. Ну, а придут люди, не придут, это, как говорится, дело птичек. Ну, а мы продолжим спорить, стоит или нет приходить на этот референдум, стоит или нет голосовать против. Развитие этой темы вы сможете посмотреть в понедельник в группе «Крестовый подход», где в 11 часов состоится дискуссия на эту тему. Ну, и завершение темы – это предстоящее освещение Храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Я напомню того самого, где были обнаружены фрески с ликами ныне здравствующих политиков, ну, и многих, мягко говоря, спорных персонажей российской истории. Удивило всех, что Иосиф Сталин на этой фреске почему-то не был по шею в крови, а был в таком довольно приличном кителе. Но в результате фрески пришлось соскрести. Конечно же, оставляет массу вопросов психическая, моральная, нравственная адекватность людей, которые при жизни увековечивают себя фресками в государственной церкви. Это тема отдельного разговора. Ну, и огромный фурор на этой неделе произвел визит ряда дипломатов в данный объект. И внимание, конечно, привлек визит посла Китая, который по своему статусу является членом Коммунистической партии Китая, в которой, как я напомню, могут состоять только атеисты, люди, отрицающие существование какого-либо бога. Просто умилило всех, как китайский дипломат ставил свечку в данном месте. Ну, просто даже вот это невозможно прокомментировать. Я думаю, вы все это увидите в материалах интернета. Ну, а само описание этого объекта никого, я думаю, не оставит равнодушным. Допустим, то, что космос изображен не в привычном виде символического старца, а в виде спиралевидной галактики, это еще можно понять. Ну, иконография развивается. Но в киотах-складнях главных икон размещены ковчеги с историческими артефактами, реликвиями видов вооруженных сил и родов войск, такие, как частица корпуса первой баллистической ракеты Р-1. Напомню, что это вообще-то немецкая ракета Фауд-Вада, работанная советскими конструкторами. И там дальше идет подробное описание о том, что ряд икон написан на переплавленных лафетах артиллерийских пушек, а их складни скреплены цевьем из каких-то видов личного стрелкового оружия. Напомню, что ступени там отлиты тоже из трофейных немецких пушек. Ну, в общем, захватывающее описание. А в сочетании со свечкой китайского дипломата, который официально не признает существование Бога, все это действие рождает только один вопрос. А при чем здесь Бог? Во-первых, это масштаб. Конечно, музей, как музей, как Галилея. Торога памяти. Это очень хороший музей. Ну что ж, дорогие друзья, такими по версии YouTube-канала «Взгляд с небесный» были основные события этой недели. Смотрите нас снова в эфире в следующую субботу в 20.00. Ну и следите за новостями на YouTube-канале и за теми дискуссиями, которые ведут его участники. Храни вас Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok